Я тебе больше скажу, чел, тут не просто всё закроется, вы все сдохнете скоро. Ну, если я, главный герой, вас не спасу. Эпидемия. Театр официально упраздняется. А равно с ним и другие городские удобства. Попробуй выжить в регионах на 15 кадетов. Я любил всегда хлеб с водой, например. Толстый Влад красава, всё правильно говорит. Тысячу лет назад жилось в десятки раз хуже. А сейчас людишек 7,5 миллиардов. В любом случае, заразится там куча народу. Чё так громко? Я понял. Я простой санитар, перепуганный до смерти. Да, конечно. С именем Мортус. А, вау. Красиво, кста. Вау. Дождались? Проверяйте. Так и не понял, почему я гору с пик. Бедный к празднику у соседа отпрашивается. Ты мне опять не рада? У тебя вроде бы дел должно быть не в проворот. Не пойму, зачем ходишь. Спать хочу. Или помощь опять нужна? Одежду могу постирать, а то грязный как трубочист. Смотреть противно. Я уже ей противен. Да что это с тобой, басаган? Белине объелась. Ненавижу, когда ты меня так называешь. Степнячкам своим это говори. Басаган. Мы с тобой от ссоры на волосок. Почему так? Что я тебе плохого сделал? Басаганочка. Иногда наступают минуты, когда видишь, что жизнь прошла. Вроде и 30 еще нет, а жизнь уже кончена. Не кончена, но пропала зря и ничего уже не будет. Я бы не хотел вчетвером встречаться с этим еще, но чтобы этот стах приходил. Так мы же, кстати, не увидимся. Спойлер! Ну, судя по всему, мы договариваемся к полуночи. Я спать. Час. Мне не дали поспать даже полчаса. Басаганочки снятся. Суфлер был. Мое отражение было. Вроде, ну, которое в инвентаре. И что-то еще было. Какой-то монстр. Ну, что еще? Вроде как. Хотя лучше всюду. Привет, Виталий. Тебе из Одессы. Здорово. Я ночу первый раз. Видел, ты купил увлажнитель воздуха. Вот он, да. Попробуй добавить в воду пару капель эфирного масла какого-то. Не, я не хочу. Вот такая тема сей амзгу. Я не думаю. Там много разных вкусов. Ёлки, орехи, мандарин. А зачем мне, чтобы воздух в чем-то пах? Я прочитал инструкцию. Я, очевидно, читаю инструкцию к вещам, которые я покупаю. Там написано, что нежелательно это делать. Ну, типа, не рекомендуется. А не в этот увлажнитель. Он юзлос почти что. Типа, он увлажнел. И что дальше? Дальше снова станет сухо после этого. Я же не могу его 2-4 на 7 наполнять водой. Я заебусь это делать. Это как бы уныло так, ну, 2-4 на 7 наполнять его водой. Постоянно. Так, тут работяги бунтуют. Чешо. Работяга. Ты из какого цеха будешь, товарищ? Из разделочного? Можно и так сказать. Я разделываю людишек. Живых. Эта жирная свинья отказывается к нам выйти. Даже до объяснения мяс не сходит. Кровосос. Че бунтуете? Ты что, не знаешь, что завод позавчера закрыли? Ну, положим, сажа там какая-то у них. Ну, а когда откроют, сколько нас потом на улице окажется? Оплатить нам будут или вычтут за пропущенные дни? Так бабки не ходи, что вычтут. Чем детей кормить? Работа. Кабалату, а не работа. Мы ему не скот, мы люди. Так нельзя с людьми. Я тебе больше скажу, чел, тут не просто все закроется. Вы все сдохнете скоро в течение полторы-полторы недели. Если я так понимаю, ну, если я, главный герой, вас не спасу. Да, в самом деле, что-то много чудных совпадений. Скажи ему, что без ответов не уйдем. Потом еще народ прибудет. Сколько надо, столько тут и просидим. Пусть правду скажет Боров ненавистный. Ну, не было бы этого Борова, и что было бы легче работяге. Как бы он работал, получал деньги интересные. Понять не могу. Что? Девочку одну повидать. Уж не дочку или коменданта, тычика. Путин до твоего стрима сказал, что выходная неделя до конца апреля. Не знаю, я не смотрел. Я в любом случае не работаю, я в любом случае не в той стране. Как думаешь, какие надо меры предпринять, чтобы распространение прекратилось? Никаких, ну, никакие ты меры не примешь. В любом случае заразится там куча народу. И нет в этом ничего страшного. Ну, заразится и заразится, и что? Постоянно заражаются болезнями, постоянно выздоравливают. Ну, типа, нормально все, как обычно все. И распространение не прекратится никак. Пройдет карантин, челики выйдут на улицы, и они выйдут друг друга заразят дальше. И все. Это не закончится. Это то же самое, как я не знаю, как сделать карантин от гриппа. Давайте, типа, не выходить. Посидим там дома, а потом... Ну, потом, не знаю, грипп пропадет вообще с планеты Земля. Ха-ха-ха, че за хуйня, бред. Так, уж не дочку ли коменданта тычика? Вроде ее. Предсказуемо. Дочку тычика там на руках носит. Да, на руках. Пылинки с нее сдувают. И без вас там о ней позаботятся. Ничего ей там не грозит. Чернь бунтует, мой мальчик. Чернь бунтует. Такой он рабочий люд. Неспокойный. Ибо облик теряют человеческий, и зверью бешеному уподобляются. Такой вот народец. Ничего-ничего. Пошумят и утихнут. А пока шумят, лучше им запрети посидеть. Перекипит. Да, не впервые. От хорошей жизни бунтовать не стали бы. Но не факт. Люди же живут сейчас лучше, чем они жили лет сто назад. Да что вы понимаете, Бурак? Что вам наговорили? Что это тюрьма, резервация? Я построил эту домину, когда сгорел деревянный город. Тесный им. А тогда не тесно было. А тогда тесно не было, вернее. Плодятся с... От плохой жизни плодятся? От плохой вымирали бы. Кстати, да, правда. Вот правильно говорит. И было бы там сейчас просторно. Не, вот Толстый Влад красава все правильно говорит. Хули людишки действительно бунтуют. Тысячу лет назад жилось в десятки раз хуже. Сто лет назад жилось намного хуже. А сейчас людишек семь с половиной миллиардов. И они везде там бунтуют постоянно время от времени. Хули они бунтуют? От плохой жизни что ли? Ну так а что они плодятся бесконечно, если они так плохо живут? Хм. Толстый Влад шарит, красава. Все правильно говорит. Гриб. Грабь. Гроб. Груб. Что еще спизданешь? В каждой игре отыгрываем эгоиста. Чтобы было жиза. Прикосновение это внимательный взгляд или меткое слово. Руки тоже умеют касаться. Да ладно! Но этому надо учиться. Да ладно, руки тоже умеют касаться. Мне единственное, что не нравится, то что у него голос, как у отца главного героя. Один в один тот же. Им реально не хватает актеров озвучки. Вот представьте, чтобы на каждый диалог здесь была озвучка. Как было бы это охуенно. По поводу дома, теперь я вижу вас воочию и отказываюсь от планов на ваше имущество. Дом ваш. Мы построили этот город. Каждый дом вносит неповторимый вклад в его характер. Мы за этим следим, скажем так. Каждый дом что-то делает с тем, кто находится в нем дольше пяти минут. Иногда на это воздействие можно влиять. Наш дом был довольно мрачным. Ну или по крайней мере, он мне таким показался. Вернее, его таким пытались показать разработчики, когда зашел главный герой в дом. Ну, после смерти отца. Страшно, вырубай. Че, урод. Что сову я пень, что пнем об сову. А все одно сове больно. Вы тут все такие мудрые-то, пиздец. Ты чего тут? По работе. Такая у тебя тут может быть работа? Не знал, что ты еще архитектор или философ. А я патологоанатом. Это моя основная специальность, если ты не знал. У твоего отца. И, разумеется, у Клада лучше этого не знать. Они и так уже давно на меня когти точат. За что? Неважно. Ты чего тут? По тому же делу, что и я напрасно торопился. Вскрытие я сделал в тот же день. А на другой день тело Симона украли. Я доказал уже суде, что в этом нет моей вины. Я все же патонатом, а не сторож. Патонат? Патонатом? Это синоним слова патологоанатом? Потому что я такого даже не слышал никогда. Скажи, конечно, это Лара всех решила помирить. Скажу, как есть. Это я решил. Купсич, смешно случать твои рассуждения про возмущение людей. У тебя, блядь, интеллект, как у моих комнатных тапочек. Попробуй выжить в регионах на 15к деревянных. Посмотрим, как ты запоишь. Причем тут... Причем тут... Все, что есть, это грязная хаттанка и ношенная одежда. Вылезь из своего маннимерка клоун. Бля... Это к чему вообще? Я просто по факту сказал, что раньше было еще хуже. И людей сейчас слишком много стало. То есть, я просто сказал по факту, что сейчас намного лучше, чем было когда-то. И это причина, почему людишек стало настолько много. Ты никогда не пробовал посмотреть, как именно, как конкретно приумножалась человеческая раса? Когда они начали вот именно прям вообще приумножаться в каких-то просто невероятных масштабах? Как их стало так много внезапно? Потому что большинство истории человечества, их было меньше одного миллиарда. Меньше одного миллиарда. Большинство подавляющее. Ну, истории всей человеческой. А потом внезапно их стало настолько много. Их все больше, больше и больше. Если их настолько, блять, много, значит не все так плохо. Это действительно... Толстый Влад был прав. Я не говорю, что пизда-то жить в регионах на 15к деревянных. Я этого не говорил. Это ты сказал, придурок. В этот дом не заходят без приглашения. Убирайся. И не приходи сюда, пока тебя не позовут. А ты позовешь? Не груби мне, девица. Ладно, давайте я... А ты позовешь? Э. Что произошло? А, меня выкинули из дома. Он умрет, Эмшин. Ты возьмешь его судьбу в свои руки, а он умрет. Не пачкай руки смертью того, кто тебе доверился. Какой ты знаешь, что он умрет? Ты ведь еще не умеешь лечить. Не справишься. Большой человек, а мало-то еще, чтобы за других отвечать. Но попытаться нужно, это ты верно пришел. Ну что еще? Нельзя без боя сдаваться. Я возьму его на себя в этот раз. Вот сейчас и проверим, умею или нет. Всегда можно загрузиться. Добрых и злых не бывает. Бывают теплые и холодные. Держи в курсе. Был у нас этот врач столичный, велел тебе передать. Коли придешь. Ему все равно не поможешь. А чтобы ты брал ноги в руки и звездовал к нему по важнейшему делу. Вот, передаю. О! Мы таблеток вот всяких добыли. Вот это вот круто. То, что таблетки уже есть. Пол города обшарили. А бакалавр сказал, что они все его убьют. Потому что организм не выдержит. И что починку уже никакие таблетки не спасут. Но ты же попробуешь? Да. Сяду вот так вот. Удобная поза для лечения. Вот старый бурак бы точно что-нибудь придумал. Он травами умел болезнь определять. Говорил, твирь все проявляет, что скрыто. Ты умеешь такое? А ты не дави на меня, малой. Кстати, вот это вот. Это меня только что описало. Самодовольный. Самоуверенный. Это я. И ни во что не верит. Это тоже я. Такие приносят больше всего вреда. Ну, правда, я никому вреда не приношу. Хотела помочь. Да. Ты и хотела помочь. Ты какая-то мразюка. Они в меня не верят. Не верят, что я умею творить чудеса. По их вере и воздастся им. Только мальчик-то в чем виноват. Где этот микрочели? Кого лечить-то? Кого я лечить должен? А, вот. Так, боли пока немного. Как там лечить-то? Особо сильная. Маме тогда сначала дать вот эту штуку. Хорошо, что я сначала аморфик выдал. Начались судороги, поражены кости. Изменили зрачки, значит, в нервах или в костях. Антибиотики боль не повышают, надеюсь? Процедура прошла успешно. Вы сделали все, что могли. Теперь поможет только чудо. Ура, я его вылечил, получается. Ну, вернее, не вылечил, я сделал все, что мог. Я принял наследство, я прошел дорогой отца и узнал сочетание трав. Я вошел в его тайный дом и узнал его мастерство. Взял на себя заботу о его пациентах. Доказал дело, что я знаю линии. Я Менху. Мальчику стало лучше. Вот так-то, ебашу, поняли? Блин, этот Ноткин выглядит как взрослый чел, которому лет уже, не знаю, 22-23. Но при этом он, но при этом он, короче, маленький. Там, тебе дам, там, там. Тебе кто-нибудь нужен? Может, ужика возьмешь? Ээээ, жить будет? Рано говорить, посмотрим. Вы на всякий случай сидите тут, по городу не шастаете. Короче, я там у нас дома все прибрал. Мусор в кострище выгреб. Кости, которые потресканы в яму определил. А фигню эту сизую, которая на столе была, в ведро собрал. Может, пригодится еще, ага. У нас дома? Я не ослышался. Могу и пожрать чего-нибудь соорудить. Денег даст, что ли? Эээ, хотя... А вдруг еда закончится? А сколько денег-то надо? Ты верься, что когда? Ждать, не ждать? Там, это, штуки бати твоего, за ними уход нужен. Надо бы вместе. Там, кстати, это, трубку одну грохнул. Вроде не очень важную. Бить не будешь. Я ничего, сам починю. Какую? Что ты там делаешь? Чем происходит? Он без... Мне сейчас там все разобьет. Че выбрать? Что происходит? Ладно, пусть здесь стоит. Вроде понял. Кто-то будет вечно стоять просто на входе? Или что? Так, здесь я помню страшно. Где-то здесь страшная хрень. Надо подготовиться морально. Так. Залутаю контента, пока есть возможность. Мне нужно зайти поговорить. О, вскрыть нужно. Мне нужно вскрыть тоже. Не знаю, почему они узнают, мне показывает, если... Хочу я вскрывать или нет? Крич, кровь я взял. Больше не могу взять крови. Вот эта вот хрень вроде сильно коцает. Вот. Как? Я могу ее обойти? Бля. Нормально вроде. Шесть. А! Че? Эй, что мне с иммунитетом? Посмотри на мой иммунитет. Он... Он умира... Что? Оу, е! Где этот мужик, которого найти должен был? А вот этот мужик. Здорово. Отсюда уже все вынесли. Тут брать больше нечего. Идите в другие дома, коли не боитесь. Может, там еще осталось чего. Вы-то мне и нужны. Вот бумага, отсуди Каина. Права на мой дом. Я Бурах. Только не знаю, зачем теперь дом. Если он в этом районе. Видите же, что делается. Тут больше жить нельзя. Дышать нечем. Сажа такая, говорят, ядовитая. Выброс вчера был с заводов. Вот оно теперь оседает. Да не сажа это. Действительно, это же не похоже на сажу. А что же это? Я ебу, что ли? Кто смелый, кто бедный. Те тут еще бродят. Чего-то спасти пытаются. Постановили, что кто по врачебной части работает, что угодно брать могут, препятствия им не чинить. Им где нужнее. А вы вроде доктор. Стало быть, вам можно. Здорово, папаня. Ты когда выходишь в магаз за продуктами, дамо дезинфекцию проводишь. Нет. Ну, протираешь всякими рафланами продукты. Нет, конечно. И еще вопрос. Никогда не ел твикс с хлебом. Это вкусно. Какие еще норм рецепты посоветуешь? Я не советовал никому твикс с хлебом. О чем ты вообще говоришь? Да ничего не протираю особо, блин. Мою просто, если это, допустим, продукт, который, ну, можно помыть, я не знаю. Если я куплю себе сушки в пачке, я ж не буду их открывать, ну, и мыть. Они ж, очевидно, и так, по идее, в пачке запакованы. То есть, ну, какие еще нормы рецепты посоветуешь? Кому я вообще когда-либо советовал твикс с хлебом? Один раз в жизни, мэби, я на стриме ел твикс с хлебом. Я вообще твикс уже не ем. Три твикса за год. За один год я съел три твикса. И, может быть, пять нацов. Типа, шоколад с хлебом? Почему нет? Я всю жизнь любил там время от времени что-то сладкое с хлебом поесть. Если есть вкусный хлеб. Я любил всегда хлеб с водой, например. Вот, типа, просто вот вкусный свежий хлеб плюс вода. Это, ну, вообще идеально. Ты думаешь, это реально поможет или что? Сейчас буду опрыскать, распылить, допустим, на какое-то яблоко антисептик. Как я потом буду его есть? Я себя хуже сделаю или лучше? Попечь 1990-2020 умир от коронавируса. Вы обывал в цена 10к аудиторию, что это всего лишь рви. Это и есть всего лишь рви? Нет? Сколько... Вы в курсе вообще? Вы в курсе вообще, что коронавирусов огромное множество? Это что, первый в мире какой-то там, ну... По-вашему, это первый в мире вирус, который типа там коронавирус или как? Их же было десятки до этого. Просто это не раздували в новостях. Ну, рано или поздно, думаю, дойдет до 10 миллионов, скорее всего. На тот момент вряд ли будет подсчет официальный. Я не видел еще ни одного, ни малейшего повода для паники. Ни малейшего. Если кому-то проще паниковать, то, я не знаю, be my guest. Теперь люди признали тебя. Говорят. Ты вступил на путь своего отца. Говорят. Сделай так, чтобы они открыли термитник. Теперь ты менху, говорят. Когда признают твое право скрывать тела, раскрой брата, вырежи у него злое мясо, чтобы он снова мог говорить. Эээ, сложно. Теперь тебе люди верят. Моей сестре скоро время родить. Старухе сказали, ребенок большой. Она маленькая. Умрет, если не помочь. Ты поможешь? Блять. Я еще должен принимать роды? Я не хочу. Откуда у вас столько взялось на мою голову? Ну что еще? Один врач на умирающий город. Весь мир плохой. Города пустые. Челов с работ шлют нахуй. Челов в буквальном смысле умирают. Челов в буквальном смысле умирают? Конечно, ты обойтел себе на толстый кошелек. Бля, о великие силы. Челов в буквальном смысле умирают. А до этого они не умирали в буквальном смысле? Что ты несешь за хуйню? До этого от других болезней умирали штабелями прям. Сейчас умирают чуть-чуть, может быть, больше. Ну там чуть-чуть. На настолько незаметное количество больше. Если бы нигде, ну в интернетах, в новостях об этом не жужжали. Если бы это нигде не раздували. Ты бы даже не узнал. Ты бы даже не узнал, что существует какой-то там, блять, коронавирус. Который, который, это очередной один из множества подобных вирусов. Там давным-давно известны эти всякие там коронавирусы. Их же огромное множество. Ты еще издеваешься на оно или что, блин? Почему ты меня пытаешься сделать тоже паникером? На меня-то вся хуйня не работает. Люди умирают. Раньше они будто бы не умирали. Что-то изменилось или что? Что они теперь стали миллионами умирать? Прирост в смертях. Если брать планету Земля, он вообще незаметный. Никто бы об этом не знал, если бы не раздували. Никто бы об этом не знал вообще. Ты даунишь, рассказываешь и ведешь себя, как будто это хуйня. Это не потому, что это и есть хуйня. Я так считаю. Где взаимосвязь между искусственно раздутой паникой и какими-то вымышленными толстыми кошельками? О, великие силы. Вы все смотрите мой стрим и каждый раз можете видеть, сколько мне, допустим, вот донатят, да? На байтил. Вы думаете, вот так вот люди богатеют? Вот так вот. Ну, типа, вы думаете, я всем благодарен, кто мне донатит? Но просто нужно быть объективным и реалистичным. Это, по-вашему, вот так вот человек богатеет? Толстый кошелек имеет? Ну, это вот богатство мое. Я могу на это жить, но это я не знаю, что я... Блядь. Короче. Весь мир вахуе, города пустые. Так, если людишки, это стадо. Людишки, это тупое стадо. Города пустые, потому что раздули, и потому что в многих уже странах уголовная ответственность за то, что там, ну, не знаю, кто-то там что-то выходит, что-то делает. Только поэтому, а не потому что, блядь, что-то происходит по-настоящему. Не до шуток, рыбки. Крючком под жабру хватают. Вот, это про тебя, чел. Это про тебя. Ты слышал? Хули ты у меня вот... Ну, что еще? Почему сюда заходят без спроса? Я не разрешал сюда заходить, если что. А она пришла. В сумме погибло 50 тысяч человек. От рака в месяц умирает под миллион. Think about it. Так, ну, паникерам похуй. Есть же не только рак. Рак это одна из многих болезней. И, допустим, вот рак. Все, что связано с сердцем. Всякие, ну, дорожно-транспортные происшествия. Не, не, папань, не прибедняйся. Все же знают, что ты самый богатый человек Украины. Никакого толстого кошелька. Все на картах. Стример равно богатый человек. Это, ну, шизофрения. Стоит ли с собой таскать две маски, если у меня одна есть? Еще рабочая. Я не хрен его знаю. Так, места мало. Так, еще так время быстро идет. Какая-то хрень совсем началась. Настоящий мур. Мур. Покойник пошутил, да и умер. А, мое правое ухо. Улицы опустили, колокол бьет на бат. Бля, че так громко? Блядь, вы что, серьезно? Я не могу это слушать, а так очень громко. Я понял. Это меня форсят прям туда добежать как можно быстрее, пока я не вздох от этого вот. Все? А, мы все тут собрались, типа, я не знаю. Весь мир паникюр. Правительство стран ебашут народ на карантин, а ты микрощил 8 классов, конечно же, имеешь мнение и считаешь его за правильное. Ты не замечаешь, как, ну, во всем мире, во всем мире под шумок проводят всякие там законы и всякую хуйню, пока этот карантин еще. То есть, ну, как бы, очень сложно верить в то, что дефолтная какая-то болезнь, вообще, от которой, по сути, даже никто не умирает здоровый. Даже если здоровый человек, ну, подхватит эту болезнь, он даже ее не заметит, он даже не заболеет. У него даже температуры с огромной вероятностью не будет. А если и будет, он там пройдет через пару дней. И это, собственно, болезнь, которой должно опасаться человечество. В наше время, когда информация полностью, ну, контролируется, когда настолько легко подать информацию народу, можно что угодно пропихнуть, и людишки будут верить. Ой, тут тоже, тут, тут хотя бы, в сеттинге этой игры, хотя бы, ну, этот мор, он уже на улицах летает, это вот черная херня, и все его видят. Тут хотя бы понятна паника. Эпидемия, бурак, мор. Если это та же песчанка, которая за сутки убила 300 моих рабочих 5 лет назад, то это серьезно. Серьезно, мой мальчик. Тогда нас спас ваш отец, но теперь это значит, что вы нужны мне рядом, под рукой. Вам все ясно? Здесь что происходит? Вам это, бурак, не нужно. Все, что могло случиться важного тут, в управе уже сделал я. Будет фонд, будет штаб, будут интриги, бессонные ночи. Все эти люди считают, что без них эпидемию не победить. Они напуганы, они ошибаются. Что вы хотите у них узнать? Я врач. Я должен знать все. Забьете голову всяким вздором, а время, бурак, уходит. Ваше время. 7 пустых разговоров подряд. Не нужны они вам. Я сам скажу все, что надо. Я просто не знаю, выбор это или нет. Сейчас нажму сюда, если окажется, что я выбрал, тогда я загружусь. Потому что это будет тупо и нереалистично. Это же не значит, что если я нажму вот тут, а то я уже не могу к другим подойти поговорить. Убедили, болтать не люблю. Ну, и что мне надо знать? У нас 4 врача. Здесь будет штаб. Все ваши действия, то есть их действия, будут учитываться и ежедневно поощряться из фонда борьбы с эпидемией. Я люблю поощрять энергичных. Работаешь хорошо, получаешь много. Так что будьте покойны. Отлынивать не станут. На вас у меня свои планы. Ну, у меня на себя свои собственные. Так, 7 челиков. Стоит ли с ними говорить? Если к нам вернулась та самая болезнь, все эти меры бессмысленны. Самообман, утешение иллюзии деятельности. Ясно же, что это такое. Это огонь небесный. Это великий потоп. Никто не спасется, кроме 10 праведников. Забудь о чуме, вы себе ничего не поделаете. Ничему надо заниматься, а с собой. Ищи себя среди праведников ты или среди скота убойного. Перейдем к делу. У нас 3 медика. 4, если с бешеной девчонкой. Это с той, которая... Ну, я понял, о чем речь. Наложением рук она якобы лечит. Чушь, конечно. Но энергичная, и кое-какие познания у нее есть. Вот что Бурах. Давайте на чистоту. Бурах. Я хочу, чтобы вы стали моим ассистентом. Наша первостепенная задача разработать вакцину. Вы местный уроженец, вы предприимчивы. Без вас я не справлюсь. Ну, вот это выберем. Если контагиозность и смертность хотя бы в половину такие, как в той вспышке пятилетней давности, этот город обречен. Я буду делать вакцину, Бурах. Вам надо просто быть под рукой и выполнять мои указания. Всю ответственность я беру на себя. Я вообще ему не доверяю. Это кто? А, это судья? Направленная жизнь не прекращается смертью. Смерть это итог бессмысленного пути. Направленная жизнь не прекращается смертью. Смерть это итог бессмысленного пути. Это слишком глубоко Я пытаюсь осознать То есть это значит то, что если жизнь была правильно направлена То человек добился чего-то такого, что осталось работать и после его смерти И поэтому его жизнь типа не прекратилась Потому что то, что он сделал за свою жизнь Оно продолжило жить, допустим, помогать кому-то работать Допустим, на благо людей Всё бы охуенно, но я мизантроп, чел, мне всё равно Короче, я тебя понял В земле живут два архитектора Андрей и Пётр Стаматины Оба гениальны Каждый по-своему, впрочем Прошу, возьмите их под особый присмотр Пускай всё умрут, а они должны выжить Это те, которые построили ту башню? Там, где детишки прячутся? Тогда, возможно, действительно их стоит взять под присмотр Потому что таких мозгов вы не найдёте на всём континенте Мы долго охотились за ними Давайте дам, короче, два грецких ореха Это мне ноготь плюс иммуники И что я могу ещё добавить? Могу добавить шарик Фундук за два это вообще невыгодно Арахиса два я тоже не хочу добавлять Папич, добрейшего бытия Опять пытаюсь втюхать маленьким девочкам Иголки за селёдку Чё? Третьего дня батя засел в туалете И я решил не ждать А пасать с балкона Неплохо Первый раз в жизни такое В это время под моим балконом проходил Всё, я понял Ну конечно, когда меня так плавит, когда я спать хочу Когда ты сидишь, турнир играешь 8 часов Ещё не такое спизданёшь Тут мор Внутри этого квартала, зараза Слушай меня внимательно Я скажу тебе, что нужно делать, чтобы выйти оттуда живым Я санитар Иначе говоря, Мортус По распоряжению бакалавра Донковского Мы носим эти костюмы Заметно издалека И защищают от заражённых частиц Может быть Иногда Кого-то Проверяет самому неохота Пока не прикажут лезть в глубину Действительно, кстати Вот откуда Дремал под окном у хозяйки, у Катерины Сон вещей снился Устроит такое объяснение Он становится тоньше от каждого соприкосновения с заразой Так что ты уж следи за ним хорошенько Таблеточки пей, ну ты знаешь Прикосновение больного Соприкосновение твоей руки с заражённой поверхностью, например Если схватился за ручку двери или шкафа А ещё-то дрянь на тебя будто дышит Сама Я не врач, доктор Бурах Я простой санитар, перепуганный до смерти Да, конечно С именем Мортус Я лишь пересказываю то, что видел о ней во сне Который мне показался вещем Но это зараза, похоже, она живая Она говорит с тобой, она дышит И горе тебе, если вдруг дохнёт на тебя Ладно, учту Зараза, она в тебе копится Проверяет, готов ты к ней или нет Если начнёт темнеть перед глазами, беги Миг близок Скоро зараза проникнет в тебя А если тьма начнёт рассеиваться, стало быть, она отдаляется Отходит ненадолго Мамит дом полутать Мне как бы средства не помешают Тем более, иголки есть Я же только зашёл сюда Я что-то не врубаю Как оно работает? Всё, последняя иголка Надо съебывать Чуть позже Сейчас соберу всё Если было Нету иголок больше Я понял, в чём проблема А что, наверное, она со мной притаилась? Она меня сквозь стенки преследовала Вы видели? Эта хрень Вроде всё забаррикадировано Ну или всё хорошо Я здесь не тираю иммунитет А? Суфлёр. Человека защищает иммунитет. У кого-то он подлиннее, а у кого-то совсем короткий. Вот у меня уже совсем короткий. Никогда не думал, что иммунитет измеряется в сантиметрах. Если угодно, измеряй его в числах на гранях игральных костей. Так будет понятнее. Полночь смерть сыграет с ним в кости. Выбросить больше — человек заразится. Выбросить меньше — останется жив и здоров. И ты можешь увеличить число человека. Со смертью в шахматы лучше играть, говорят. Просто сделай так, чтобы иммунитет у этого человека был больше, чтобы он пережил этот день. У меня самого даже нету иммунитета. Я это не знаю, что делать. Кто из вас придумал? Кто из вас братьев? Или вы оба, или ты один? Принято думать, что я. Хотя сам понимаю, что я не господь, чтобы преодолеть тягу земную. Просто что-то удачно совпало. Такой башне быть не должно. Она противоречит законам физики. Оптики тоже. Это вышло случайно. Как она стоит? Объясни мне. Вот я тут сижу и думаю, а как же она стоит? Ты что, издеваешься или что? И БТВ поздравляю с четырех местом в покере. Было заебись. Жаль, не повезло. Я вчера снова играл турнир. Играл турнир уже подороже за 50 батчей, а не за 16,5. И тоже далеко прошел. У меня был шанс тоже там нормально занять. Но я, короче, занял 138 место. По-моему, если не ошибаюсь. Или 128. А не, 128 я занял из более чем 5000. Но вот они будут. Да, ему где-то вообще не осталось. Нужно поспать опять. День подошел к концу. Это был поворотный момент. Судьбы решаются в полночь. Так мы так и не встретились. Я ж не знал, где встречаться со своими этими... Бля... Мне... Ой, бля... Ноткин заразился? Не заразился? Я ж не знаю, где даже... Где я даже должен был с ней встретиться. Эту игру очень сложно с первого раза играть. Меньше и меньше дней остается тебе до конца. Мне опять хочется переиграть третий день. В театре маски репетируют новую пантомику. Опа. Плюс шесть трупов. А, блядь! Помогите! Я че-то... Я че-то не ожидал еще. Че-то слишком сложно стало. Игра реально сложная. Времени спать особо и нету на самом деле. Еды нету, нихрена нету. Че делать? Конец нотки, ну наверно. Я даже не успе... У меня нет времени помочь ему. Земля пухом деткам. Тут и никогда не занимался бустами. Ты мог одновременно бустить аккаунты и получать за это плюс сабж. Я занимался бустами где-то два или три раза в своей жизни. До стримов еще. На стримах я этим не занимался, потому что это унылый контент. Неправильный, ненастоящий контент. Ну, с моей точки зрения... Ну, как бы, короче, ну, если у меня был полноценный контент на HiPTS, зачем мне было заниматься бустами? Бустить мне было неинтересно никогда. То есть, ну, это же как работа. Мне несколько раз предлагали, я это несколько раз делал, там, лет шесть или семь назад по фану. Там, два или три раза побустил аккаунты. Я не бустил конкретно с рейтингом на определенный рейтинг. Я именно только калибровками. Сыграл пару калибровок, и я понял, что это просто унылая тупая работа и забил, и все. Больше никогда этим не занимался. Ну, все пришли, лол. Здрасьте. Меня ждете? Что? Да. Мы поговорили тут, пока тебя ждали. Ну и чего наговорили? На что тут не ясного? Перед такой бедой все прочие беды и обиды бледнеют. По мне так наоборот. Чума разобщит людей. Разорвет семьи. Не говоря уж о дружбах. Это не чума нас объединила, а ты. Переступил через обиду и гордость. Не постыдился поручиться за грифом. Я бы, наверное, так не сумел. Последнее объятие перед потопом. Будем заботиться друг о друге. Попробуем выжить, да? Что ты знаешь об этой болезни? Ее назвали песочной язвой. Ты знаешь? Ну и еще люди по-прежнему верят, что она выползла из земли. Все эти байки про земляного голема, про шабнак с глиняными ногами. Я ничего не знаю. Мне кажется, в этой игре все умрут. Вообще все. Мы можем спасти одного-двух человек. Себя бы спасти хотя бы. Голода люди боятся. Теперь работяги сечки до молоточки похватают. И Айда на темный промысел. Домишки подламывать, мертвых грабить, друг дружку потрошить. Все будут как миленькие. Будут. Это я должен буду контролировать этих, ну, аборигенов. Это неправильно. Посмотрите. По-моему, правильное слово в данном случае. Ну да, действительно, может он поэтому закрыл тот термитник, чтобы там челы не заражались. Если это та песчанка, что пять лет назад, все бомба. Да, к чему... Так, что тогда с города просто не убежать? Зачем туда... Тут оставаться и всем умирать? Не знаю, о чем речь. Что починить? Это что? У меня не при себе колесник! ААААААААААААААААа! Он меня в хайдауте. Я не смогу починить. Но загружаться мы ради этого не будем. Правильно. Ну, это, наверное, нечестно будет. Загрузиться здесь. Правильно. Я так хочу загрузиться, починить. Потому что этот квест пропадёт. В этой игре по-другому невозможно играть. В этой игре только загружаться. Как ещё эту игру играть? Квесты же пропадают, если ты не успел. Короче, я хочу загрузиться. Починить детишкам эту парашу. В комментах к записи этого стрима все сгорят с того, что я загрузился. Ради того, чтобы детишкам детальку принести. Но вообще, я не совсем понимаю, как в эту игру вообще можно играть без сохранения и загрузок. Если они тут изначально предусмотрены, это явно игра в старом стиле, скажем так. А он не работает. Давно сломался? Да он всегда был такой сломатый. Короче, я починю. А, вау. Как вам? Красиво, кста. Вау. Ещё и музыка соответствующая здесь. Подходящая. Кайф. Вот это да! Вот это ничего себе! Это что это? Что это? А? Это наш город. Наверное. За плюс морали у микрочеликов. Окей. Как мне закончить мой день? Зайти в театр? Кстати, театр же должны переоборудовать под больницу, вроде я слышал. Чтобы там найти лечить там всех. Работаю консультантом в магазине. Вижу, ты купил углы воздуха. Так вот, недавно ко мне подошла какая-то бабка и начал расспрашивать, какой купить прибор. Я ей посоветовал самой плохой дорогой. Она сказала... Мне не бабушка покупала. Я говорю, он сам не может купить выте. Она говорит, что внук работает днями за ПК. Мне не бабушка покупала... Я бы не стал посылать бабушку за увлажнителем воздуха. Как бы она разобрала... Бля, чел. Дамы и господа. Тем более сейчас, когда... Ну... С этими вашими вирусами. С этой вашей паникой. Всё-таки действительно, ну, этот вирус уже работает на тех, у кого, ну... Те, кто уже старые. И те, у кого, ну... Слабее иммунитет. Эпидемия. Театр официально упраздняется. А равно с ним и другие городские удобства. А именно, водопровод, доступ к родным детям, которые и так не вылезают из своего многогранника. Канализация, уличное рукопожатие, сочувствие институту брака, снабжение провиантом и прочее, и прочее. Костюмы народного театра, велением приезжего бакалавра, доступают в распоряжение мортусов во избежание. Эти мортусы, я понять не могу, каким костюмы, во-первых, рост дают. Почему они все такие высокие? Они все ростом 2 метра или выше. Это ж какая-то хрень непонятна с этими мортусами. Мортусы, повиновение которым является обязательным для всех и излагается нормой закона в настоящих условиях. Все? Откуда они взялись? Ну, пока все. Город все равно обречен. Зачем им все это? А, ну да. Почтеннейшая публика. Сосредоточьтесь на том, что собирались успеть сделать в жизни. У вас осталось чуть больше недель. Приводите свои дела в порядок и исполняйте свои функции. Не нужно клачиться. Здравствуй, Виталий. Да. Спасибо за стримы. Живу в Колумбии. Сижу дома на карантин ночах. Кокс на исходе. С тобой весело начинать и проводить рабочий день. Восемь чьи разницы во времени есть ли что? Думаю, я твой единственный зритель в этой стране. Ну, не факт. Удачи. Не факт. У меня же в целом, как бы, ну, там, много людей, которые заходят на стрим время от времени или часто смотрят, там, или... За все время, я уверен, что точно не единственный, там, если брать за всю жизнь. Эти мортусы вообще какие-то странные, типа, кто это, что это. Это ж по-любому необычные работяги. Это явно необычные челы. Это какая-то хрень. Откуда взялся этот бакалавр и его мортусы? Мне кажется, это все как-то взаимосвязано. Бакалавр с мортусами и вся эта болезнь с бакалавром. Нет, это была твоя бабушка, она всю душу излила. Да, да иди к черту. Ты что за... Посмотри там, открой крышку, должна быть записка от меня. Иди, иди в жопу. Выпью. Это твоя бабушка. Ты зачем меня в комнате запер с этим ебочим увлажнителем? Меня от него уже тошнит. Сюда можно сходить? Придумал себе, что коронавирус и теперь зрителям втирает, а бабушку мучает. Не понял. Я тебе пенсию отдам, только отпусти. Я придумал? Мне какой-то гифт подарили, я не понял. You've received a gift. Last epidemic. От MR3. Кстати, да, мне MR3 уже резик подогнал. У меня уже есть Resident Evil 3, если что. Не MR3 его подогнал уже. Давно еще. Не знаю, зачем мне Last epidemic. Я даже не хочу принимать. Чисто... Чисто по... Ну блин, я даже принимать не хочу. Посмотрите на этот постер. Что это за игра? К прямому говно. Вас вызывает комендант Сабуров. Срочно. Похоже, что убийцу вашего отца нашли. Допрос идут в стержне. Лол. Они уже нашли однажды одного меня. Спасибо за донейшены. Следующий стрим. Ori and the Will of the Wisps. Потом снова more. По одному теперь чередуется.